Если Господь наш Иисус Христос воскрес, если Он живой, можем ли мы видеть Господа сегодня? Можем ли мы искать Господа? Можем ли мы встретиться с Ним? Можем ли мы в нашей жизни, в 21 веке, каким-то образом, где-то, в каком-то месте, увидеть Господа? Я хочу говорить об этом сегодня, и давайте мы откроем с вами текст Писания и прочитаем на основании этой пасхальной истории, попытаемся увидеть эти истины, которые важны для нас сегодня. Я буду читать с первого стиха 20 главы Евангелия Иоанна. 20 глава Евангелия Иоанна. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказався, я обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус ей говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Мария идет и возвещает ученикам, что видела Господа. Братья и сестры, какой была самая первая пасхальная проповедь? Она была в этих словах. Мария Магдалина первая бежит к своим ученикам. Ее первая весть, ее первое возвещение, оно было в этих словах. «Я видела Господа». Это была самая главная весть того дня. Это была самая главная весть, которую нужно было возвестить. Мария говорит «Я видела Господа». Мы прочитали эту историю. Она начинается с описания, что Мария приходит ко гробу рано, когда еще было темно, и она видит камень отваленным. Я не знаю, как вы, братья и сестры. Я помню, в детстве, когда еще не было детских Библий и всех остальных иллюстраций, я представлял вот примерно такую гробницу, но вот камень я представлял другим. Я не знаю, как вы представляли. Мне казалось, это, знаете, ну если камень, это вот такая большая глыба. Я думал, каким бульдозером эту глыбу приваливали туда, как этот камень был привален. Оказывается, все было по-другому. Оказывается, в этих гробницах, которые готовились, и камень был специально приготовлен. Это не была просто глыба, это был специально высеченный камень. И не только камень был приготовлен, но он стоял на специальном месте, и возле гробницы делался желоб, по которому этот камень заваливался к отверстию гробницы. И делалось это специально, потому что временами камень отваливался. Гробница была обычно семейной гробницей. И тогда, когда кто-то погребался в эту гробницу, и приваливался камень, через год этот камень отваливался. Мы были в Израиле, и нам так об этом и рассказывали, что через год камень отваливали. И все, что осталось, останки умершего, собирали в специальный ящик, в котором он хранился. И это место, где лежало тело, было приготовлено для следующего члена семьи. И мы видим, что когда Мария идет сюда, гробницы, она думает, и женщина думает, кто отвалит нам этот камень, каким образом мы войдем туда, чтобы сделать это доброе дело, которое они планировали сделать. И мы видим с вами на протяжении всей истории, истории христианской церкви, был спор. Спор о том, воскресли Христос телесно, воскресли Христос физически, было ли это действительным, историческим событием. И по этому вопросу каждому человеку нужно иметь мнение. Потому что мнение о воскресении Христа определяет наше мировоззрение. А наше мировоззрение определяет нашу жизнь. Наше мнение о воскресении Христа определяет, будем ли мы верить всему остальному, что записано в Евангелии. И поэтому мы видим с вами, очень важно уверовать в воскресение Христа. Именно в телесное воскресение. Именно в физическое, буквально историческое событие воскресения Иисуса Христа. Сегодня есть христиане, которые не верят в физическое воскресение Христа. Они по-разному пытаются объяснить вот этот текст, который мы прочитали. Они говорят, что Христос воскрес символически. Он воскрес просто в этом духе, который понесли ученики. Они понесли дальше Его учения. Они стали дальше распространять то, что Он учил. Они стали дальше распространять сострадание в этом мире. И вот это означает, что Христос воскрес. И вот именно так сегодня многие либеральные христиане объясняют воскресение Христа. И поэтому сегодня воскрес, сегодня вопрос, воскрес ли Христос в теле, он должен взволновать каждого человека. Потому что, когда мы смотрим сегодня, даже на страну, в которой мы живем, большинство американцев считают Пасху религиозным праздником, но немногие из них считают, что это важное событие. Статистика Барна говорит, что только 2% американцев сказали, что Пасха это наиболее важный праздник для их веры. Как мы сегодня воспринимаем праздник Пасхи? Верим ли мы в буквальное физическое воскресение Христа? Можем ли мы сказать, что праздник Пасхи это важнейший праздник для нашей веры сегодня? Когда мы оглядываемся буквально на некоторый период назад, за 30 лет отношение к празднику Пасхи, к воскресению Христа очень сильно поменялось. 30 лет назад большинство людей не верило в воскресение Христа на основании науки. И люди говорили, что воскресение противоречит законам науки. И поэтому оно невозможно. Сегодня люди не верят по другой причине. И сегодня наука это не главная причина неверия. Постмодернизм сегодняшних дней заставляет людей не верить не по причине науки, а по причине собственного отказа. Сегодня люди находятся в таком состоянии, что они принимают только то, что считают важным и полезным для них лично. Если это важно для меня, я буду это принимать. Если это не важно для меня, я не собираюсь в это верить. Это сегодня основная причина, почему люди не верят в воскресение Иисуса Христа. Истина для человека современного, истина для человека сегодняшнего это то, что приемлемо для него. И вот с таким пониманием мы задаем вопрос, а что важно сегодня? А что же важно для человека сегодня? Действительно ли это не важно для человека сегодня, воскрес Христос или нет две тысячи лет назад? Считаю ли я ответ на этот вопрос важным для меня сегодня? Если это не важно мне, если это не полезно, то многие люди сегодня воспринимают эту истину воскресения Христа как какое-то существование других галактик. Может быть оно где-то есть, может быть они существуют, может быть эти миры где-то есть, но меня это не касается, для меня это не важно, и поэтому я не собираюсь верить ни в галактики, ни в воскресение Христа. Так заявляют люди сегодня, так думают некоторые сегодня. Это мнение нашего времени сегодня, это мировоззрение современного мира сегодня. Что важно для нас? Как вы относитесь к воскресению Иисуса Христа? Однажды апостол Павел пришел в Афины, и он проповедовал грекам, он проповедовал философам, он проповедовал мудрым людям. И в этой проповеди он говорит о воскресении Христа. И в этой проповеди он отмечает очень важную деталь, почему воскресение Христа важно для каждого человека. Посмотрите, мы читаем с вами этот текст Писания в 17 главе Деяния апостолов. Павел говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем, повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Апостол Павел в этих словах говорит о том, что это касается всякого человека. И когда Павел сказал о воскресении мертвых, его слушатели начали насмехаться. Они не верили в это. И вот это отношение людей только подтверждает, что когда христианство быстро распространилось, это не была естественная причина. Естественная реакция людей, они насмехаются, слыша о воскресении. Это было чудо Божие. Это была весть Евангелия, которая касалась сердца людей, когда люди принимали и уверовали. Но посмотрите, Павел в этом стихе, он говорит о том, что воскресение касается всех людей. Бог повелевает всем людям, каждому человеку покаяться. Потому что если человек не покается, однажды будет суд. Бог будет судить человека. Не потому, что ты верил, не по твоему мировоззрению, которое ты сложил в своем уме, но по твоему отношению к Иисусу Христу. Ты либо уверовал или не уверовал. Ты либо виновен перед Богом, или ты оправдан. И вот эта истина, она перечеркивает мнение современного постмодернизма. Если Христос воскрес, то меня это касается. Потому что однажды будет суд. И мы в этом тексте прочитали, что Бог будет судить Вселенную посредством предопределенного мужа, воскресив его из мертвых. И это говорит о том, что однажды Бог будет судить. Христос воскрес из мертвых. И это говорит о том, что воскресение Христа это всеобщее мировое подтверждение необходимости покаяния каждого человека. Через воскресение из мертвых Христос говорит, Он будет судить всякого человека. И поэтому это касается меня. Это касается каждого человека. Мы с вами находим указание, что с самого начала, с начала воскресения Христос, Господь, Бог находил особых людей, которым Он хотел, чтобы они стали свидетелями Его воскресения. Бог находил этих людей, которым Он являлся, которым Он показывал, и они записали свое свидетельство. Они стали настоящими свидетелями того, что они видели Господа. Они видели Христа воскресшего. И сегодня, когда мы читаем Евангелие, мы читаем их свидетельство. Мы читаем их указания на то, что они видели воскресшего Иисуса Христа. И поэтому мы читаем с вами, посмотрите, другой свидетель, это Петр. Мы читаем его свидетельство в 10 главе Деяния апостолов. Он так говорит, «Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Бог не являлся, Иисус Христос воскресший, не являлся всему народу. Он не являлся всем людям, Он являлся особым людям, которые стали Его свидетелями. И эти свидетели говорят, что Он, Христос, есть определенный судья живых и мертвых. Поэтому в этом был Божий план. Мы читаем с вами, что на протяжении 40 дней после своего воскресения Христос являлся людям. Они видели Иисуса Христа, они видели Его воскресшим, они слышали Его, они общались с Ним. И поэтому для нас сегодня очень важно посмотреть на это свидетельство, посмотреть на то, как Мария видела Господа, чтобы ответить, «А могу ли я сегодня видеть Господа? А могу ли я сегодня стать свидетелем Его воскресения?» Это очень важные свидетельства. Посмотрите, когда Иоанн пишет свое Евангелие, и когда он описывает распятие Иисуса Христа, те события, которые были на Голгофе, в середине своего повествования, он вдруг останавливается и произносит эти слова, «И видевшись засвидетельствовал, и истинно свидетельства Его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Иоанн стал свидетелем распятия, он стал свидетелем воскресения, он говорит, «Я для этого записал, я знаю, что это истинное свидетельство». Так и было на самом деле. И он говорит, «Я записал, чтобы вы поверили». И поэтому мир сегодня, он может знать, что произошло на Голгофе из этих свидетельств. Мир сегодня может знать, что произошло в гробнице из этих свидетельств, из этих записанных свидетельств на страницах Евангелия. Это слова свидетеля. И мы прочитали с вами текст, который говорит еще об одном свидетеле. Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Христа. Это были ее слова «Я видела Господа». Она стала свидетельствовать об этом. И мы с вами прочитали этот текст, который говорит, что она пришла к гробнице. И она увидела, что гробница пуста. И посмотрите, в первом случае ее понимание было, ее свидетельство было «Унесли Господа из гроба». И не знаем, где положили его. Мы видим первоначально, она не верила в воскресение. Она думала, что тело Иисуса Христа кто-то унес куда-то. И потом мы видим, прибегают Петр и Иоанн. И они увидели лежащие пелены. Иоанн как раз в этой ситуации, он как бы, увидев это, он уверовал. И мы задаем вопрос, почему он уверовал? Каким образом произошло то, что здесь написано в 8 стихе? «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Он увидел, что тела Христа нету в гробнице. Лежат только пелены и плат, который был на голове его. Все лежит на месте. И он уверовал, что Христос воскрес. Что тело его стало совершенно другим. Это было подобие того тела, которое было у него. Но это совершенно другое, новое и прославленное тело. Это тело прошло через эту ткань. Это тело воскресло. И мы видим, что Иоанн стал свидетелем этому. Он стал свидетельствовать о воскресении. И для нас это важно. Потому что однажды мы воскреснем. Однажды наше тело станет подобно славному воскресшему телу Иисуса Христа. И поэтому для нас сегодня мы являемся подобно свидетелем Иоанна. Иоанн не увидел в начале Господа воскресшего. Он увидел только эти знаки воскресения. И сегодня мы находимся в подобном состоянии. Мы видим знаки воскресения. Мы читаем свидетельства воскресения. И мы должны уверовать в Господа. Но когда мы подходим вновь к Марии Магдалине, мы задаем вопрос, как же видеть Господа воскресшим? Как в ее ситуации, как в ее случае произошло, что она увидела Господа? И когда мы читаем вот эту историю о Марии Магдалине, здесь несколько важных моментов, которые мы можем отметить для себя. Первое. Мы должны искать в правильном месте. Было ли это правильное место для Марии Магдалины, когда она пошла к гробнице? Может быть, нет. Может быть, нет. Но она пошла туда, где она последний раз видела своего Господа. Она пошла именно на это место. Если мы хотим видеть Господа, то для нас это пример. Мы должны искать Его в правильном месте. Мы должны Его искать там, где Он явится нам. Второй момент. Посмотрите. Мария пришла с правильным настроем. И в 11 стихе мы читаем, «А Мария стояла у гроба и плакала». Это правильный настрой. Это правильное состояние. Она не пришла туда просто равнодушным, чтобы увидеть Господа, чтобы найти Господа. Мы не можем прийти просто в гордости сердца своего, надменными со своими знаниями. У нас должно быть правильное состояние. Мария стояла и плакала. И это был важный момент для того, чтобы она увидела Господа. Мы находим с вами третье. Она искала старательно. Посмотрите, в этом же 11 стихе написано, «И когда плакала, наклонилась во гроб». Это описывает ее состояние. Она действительно искала. Искала старательно. Она написана, «Наклонилась во гроб». Если мы желаем увидеть Господа, мы должны что-то делать. Мы должны что-то предпринимать. Мы должны искать Его старательно. Мы должны стремиться к этому, подобно, как это было у Марии. Мы находим с вами другой момент. Она говорила другим об этом. И мы читаем об этом в 13 стихе, когда ангелы обращаются к ней и говорят, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Мы видим в этой ситуации, она говорит о своем поиске. Она говорит о своей цели. Она говорит о своем желании и стремлении. Если мы желаем видеть Господа, это должно быть открыто в нашей жизни. Это не должно быть тайное желание. Мы должны действительно искать Господа нашего. Посмотрите, что дальше мы находим. Мы находим у нее постоянство и настойчивость. И когда мы смотрим дальше, это в 14 стихе, «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала». И она к нему обращается и говорит, «Где ты положил его?» Мы видим ее стремление, постоянство, настойчивость. Она ищет, она спрашивает. Она действительно желает достигнуть своей цели. Если мы желаем видеть Господа, у нас должно быть подобное чувство. Посмотрите дальше, она просит помощи. Она не просто увидела, что здесь ничего нету, гробница пустая, и вернулась своим делам. Мы читаем в 15 стихе. Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне». Она ищет, и она сама не может найти. Она спрашивает, она просит помощи, но она идет к этой цели. Она желает найти Господа нашего. И дальше, посмотрите, она готова к действию. И в 15 стихе мы находим с вами указание. Она говорит, «Где ты положил его?» И я возьму его. В ее поиске она готова что-то делать. Она готова пойти. Где это тело Господа? Я возьму его, я позабочусь о нем, я буду что-то делать. Если мы желаем видеть Господа, у нас должна быть готовность к действию. У нас должна быть не просто равнодушный поиск, интеллектуальный. И посмотрите, что дальше. Она слышит голос. В 15 стихе Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь?» Она слышит, когда голос обращается к ней. И в нашем поиске Иисуса Христа, когда мы желаем видеть Его, нам важно не быть равнодушными. Наш духовный слух должен быть настроен, чтобы мы услышали тогда, когда Господь обращается к нам. И потом мы дальше с вами читаем в 17 стихе. Она преклоняется перед Господом. И это неясно здесь сказано. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восходил к Отцу». Почему Христос говорит это? Видимо, Мария преклонилась перед Ним. Она побежала. Она, возможно, захотела ухватить Его за ноги, обнять Его, прикоснуться к Нему. Это был ее настрой. Это было ее состояние. И, наконец, последнее, что мы находим. Она поклонилась Господу. И мы читаем в 16 стихе. Она обращается, когда Христос обратился к ней. Она говорит, «Равуни», что значит «Учитель». Мы посмотрели с вами, какой путь прошла Мария, прежде чем она увидела Господа. Прежде чем она побежала к ученикам и возвестила эту истину «Я видела Господа». И когда мы задаем вопрос, как увидеть Господа, нам важно посмотреть на этот путь. Нам важно в нашей жизни сделать. И тогда мы можем задать другой вопрос, а что происходит, когда я вижу Господа? Что в моей жизни происходит? И мы можем здесь увидеть из этой же самой истории, когда мы стремимся видеть Господа, Иисус приходит к нам. Так было с Марией. Она шла туда. Она желала. Она любила Господа своего. И мы видим, Иисус пришел к ней. Он стоял там. Он был близок. Он был рядом с ней. Мы видим, что когда мы ищем Господа, Иисус заботится о нашем состоянии. И посмотрите, Он задает вопрос, что ты плачешь? Когда мы всем сердцем устремлены, чтобы видеть Господа, Он к нам идет. Он задает нам этот вопрос. Он заботится о нашем духовном состоянии. Мы идем с вами дальше. Мы видим, что Христос тогда начинает задавать вопрос. И Христос задает вопрос Марии. Кого ты ищешь? Он задал этот вопрос не просто, чтобы она ответила тот ответ, который Он знает. Когда Христос задает нам вопросы, Он спрашивает не информацию, Он задает вопросы, чтобы нас чему-то научить, чтобы нас направить, чтобы нам подсказать. И мы видим дальше, Иисус знает все о нас. И Он в этой ситуации обращается к ней по имени. Он говорит, Мария, когда мы желаем видеть Господа, мы увидим, Господь знает меня. Он знает все обо мне. И другой момент, когда мы ищем Господа, Христос начинает давать указания. Он Марии сказал, не прикасайся ко мне. Он дает ей указания, что нужно делать. И тогда в нашей жизни проявится это. И Христос создает новые взаимоотношения. Он говорит, я иду к Отцу моему, и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Это будут новые взаимоотношения теперь между Христом и Марией, между Христом и Его учениками. Так, когда мы желаем видеть Господа, Христос создает эти новые взаимоотношения, которые мы видим. И поэтому мы читаем с вами, Мария была первым свидетелем. Она первая увидела Господа. А потом были другие. А потом были 12 учеников. А потом были двое, которые шли на дороге в Имаус. А потом был Петр. А потом, Павел говорит, более, нежели 500 братьев, которые стали свидетелями, которые видели Господа. И тогда я вновь возвращаюсь к вопросу, а можем ли мы сегодня видеть воскресшего? Как нам сегодня видеть воскресшего Господа? И когда мы думаем об этом, сегодня есть много свидетельств. Вы можете услышать, увидеть и прочитать много свидетельств, когда люди говорят, я видел Иисуса Христа. Я видел образ, я видел видение. Он являлся мне. И люди начинают разные истории рассказывать, каким было это явление. Очень много сегодня в мусульманстве говорят, что мусульманам явился Христос. Он объяснил им, в чем их неправильное понимание, в чем их заблуждение. И мы задаем вопрос, действительно ли это так сегодня? Может ли сегодня человек напрямую увидеть Иисуса Христа? Вы помните Савла, который после воскресения Христа и после вознесения Христа встретился с Господом. И Писание говорит, что когда он шел по дороге в Дамаск, внезапно осиял его свет, и он упал, и он ослеп. И он услышал голос. И когда он понял, что это Иисус говорит с ним, он задает ему этот вопрос, что повелишь мне делать, Господи? И Христос сказал, ему повели слепого. Эта история говорит о том, что сегодня человек не может реально своими физическими глазами увидеть Господа, потому что произойдет то, что произошло с Павлом. И когда мы думаем об этом, мы задаем вопрос, почему же люди не видят сегодня? Почему сегодня мы не можем так, как это было тогда, увидеть Господа? И здесь мы подходим к очень важной мысли. Ученые сегодня говорят, что на самом деле мы видим не глазами нашими, мы видим мозгом нашим. Потому что наш глаз – это просто сенсор, который передает информацию в мозг. И наш мозг видит при помощи наших глаз. И когда мы понимаем это, знаете, я читал однажды, что одному человеку, который не видел никогда, ему была сделана операция, было восстановлено зрение, и когда снята была повязка, он никогда не видел, у него никогда не было возможности видеть. Когда сняли повязку, люди думали, что он увидит вот так, как мы с вами видим. На самом деле это не так. Человек никогда не видел, и когда его глаза стали восстановлены, мозг его не способен еще сразу определить все, что он видит. И человек говорил, что он видит только вращающиеся массы света и цветов. И он был не способен зрительно выделить объекты, распознать эти объекты, назвать их. Мозг не способен был отреагировать и определить то, что видят глаза. Когда мы думаем об этом, вот здесь мы можем сказать, если мы хотим видеть Господа сегодня, наши глаза не помогут. Если сердце наше не способно распознать Господа, то даже если люди увидят физическими глазами, это не приведет к действию. Сегодня видеть Господа нужно сердцем. Сегодня видеть Господа нужно духом своим. Вот сегодня эта возможность, которая открывается на страницах Писания, сегодня, чтобы видеть Господа, нужна вера. И если у человека нет веры сегодня, он не увидит Иисуса Христа. Посмотрите, как говорит Господь. Мы читаем с вами Евангелие Иоанна, 12 глава. Христос говорит, доколе свет с вами, веруйте в свет. И Он говорил о самом себе. Он говорит, доколе я с вами, я свет. Свет это то, что помогает нам видеть. Он говорит, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его, и говорил о Нем, о Господе нашему Иисусе Христе. Сказано, что люди видят глазами и не видят Его. И они слышат ушами и не слышат, и не разумеют сердцем. Потому что дело не в глазах и не в ушах, потому что дело в сердце. Если сердце человека не изменено, если нет веры, то будет так, как с этими людьми. Они видели чудеса Христа, они видели великие действия, но не уверовали, и они не видели этот свет. Это истинно говорит нам о том, что мы сегодня можем видеть Господа. Но мы можем видеть Господа Воскрешего так, как открывает нам Священное Писание. И посмотрите, мы читаем с вами в 14 главе Иоанна. Господь дает обетование. Он нам обещает, что мы можем Его видеть. Мы читаем 14 глава с 19 стиха. Христос говорит, еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня. Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнайте, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. Иуда Нескариот говорит Ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал Ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Посмотрите, о чем говорит Христос. Он говорит, Я явлюсь вам. Вы увидите Меня. Вы увидите тогда, когда будете веровать в Меня. Тогда, когда будете соблюдать Слово Мое. Тогда, когда вы всем сердцем будете направлены к повиновению, служению Мне. Господь говорит, Я и Отец. Мы придем к Нему, и обитель сотворим. В 16 главе Иоанна, в 16 стихе, Христос говорит, «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите, ибо Я к Отцу иду». Это говорит о том, что ученики увидят Христа не после воскресения, как они видели, а после того, когда Он к Отцу пошел. Это значит, что это всех нас касается. После вознесения Господа Христос дает обетование. Он говорит, вы Меня увидите сердцем, верою, духом нашим. Мы можем увидеть Господа. Вы помните, когда-то Христос исцелил слепорожденного, человека, который никогда не видел. И люди задавали вопрос, кто виновен, он или родители. Господь говорит, это для того, чтобы на нем явились дела Божие. И когда Христос исцелил этого человека, и потом встретился с ним, Христос задает самый важный вопрос, который был связан с этой ситуацией. Он спрашивает его, ты веруешь ли в Сына Божия? Этот человек, вы помните, он ответил, верю, помоги моему неверию. Вот это состояние человека в этом мире. Эти люди, которые не знают Господа, они все рождаются слепорожденными. Они не способны видеть Господа. Но когда Господь приходит в сердце, и когда человек верует в Него, когда он, возможно, этой же самой молитвой молится, Господи, я верю, но помоги моему неверию, у Него открываются глаза. Господь исцеляет этого слепорожденного. И человек в этой повседневной жизни, в современном мире, он духом своим видит воскресшего Господа. В 9 главе Иоанна, в 39 стихе, Иисус сказал, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели». Для этого Он пришел в этот мир, чтобы люди, которые не видят Его, они увидели, увидели Господа воскресшего. Мы читаем в 1 главе книги Откровения. Иоанн описывает, он говорит, «Я был в духе». «Я услышал голос». И написано там, он говорит, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». И обратившись, он увидел Иисуса Христа. Посмотрите, это то же самое действие. Мария стояла лицом гробницы, и она услышала голос Христа. И написано, она обратилась, и она увидела Иисуса Христа. Когда Христос обратился к ней по имени, Иоанн говорит, «Я был в духе». «Я услышал голос, и я обратился». И он увидел Иисуса Христа. Если мы сегодня желаем видеть Господа воскресшего, мы должны услышать Его голос, и должно быть обращение. А обращение – это поворот. Когда мы смотрим в могилу, в гробницу, нам нужно повернуться к Господу обратиться, всем сердцем, от наших злых дел, от наших грехов. И тогда мы увидим Господа. И тогда мы увидим воскресшего Спасителя. И мы можем другой вопрос задать. А как же мы видим Его? Христос говорит, вы будете видеть, мы можем видеть Его. А как же мы видим Господа сегодня? Апостол Павел записал такие слова во втором послании к Коринфянам. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Посмотрите, Павел говорит о воскресении Христа. Он говорит, мы знали Христа по плоти. Мы видели Его в теле. Мы видели, когда Он являлся воскресшим. Но он говорит, но ныне мы уже не знаем Христа таким образом. Мы уже не видим Христа нашими физическими глазами. Но мы видим Христа. Сердцем нашим мы видим Господа, хотя не знаем Его по плоти. И в другом тексте апостол Павел пишет в 4 главе 2 Коринфянам. Он говорит так. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот как мы видим Господа нашего. Когда мы смотрим на невидимое, то, что мир этот не видит, и они не могут понять, как же вы видите Господа. Мы смотрим на невидимое, а невидимое вечно. И тогда мы видим Господа в жизни нашей. Мы видим Его проявление, мы видим Его заботу, мы видим Его любовь, мы видим Его попечение, Господь живой, воскресший, и Он желает, чтобы мы видели Господа сердцем своим. И вот в этой главе, когда мы прочитали Парамарию, в конце этой главы мы встречаемся с еще одним героем, это Фома. Фома, который дает нам еще один урок. Вы помните, когда Христос явился 11 ученикам, и Фомы не было там, их было 10. И Фома не поверил, и Он говорит, до тех пор, пока я не увижу раны Господа, я не поверю. И через определенное время Христос вновь является, и Фома был там, и Христос подходит в Фоме, и Он говорит, подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, и не будь неверующим, но верующим. И дальше Он говорит, ты поверил, потому что увидел Меня, блажены невидевшие и уверовавшие. В этой истории Христос показывает этот принцип, не стремитесь глазами видеть, не стремитесь к этим видениям. Он говорит, блажены невидевшие, но уверовавшие. Уверовавшие. Блажены те, кто сердцем своим увидят Господа и уверуют, и будут поклоняться Ему. И, наконец, последнее, что говорит нам Священное Писание. Писание говорит, что однажды мы увидим Его в будущем. Книга Откровения, 1 глава, 7 стих, говорит, все грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Однажды наступит день, когда мы увидим Его в теле, когда мы увидим Господа грядущим в этом новом прославленном теле. И не только мы, спасенные христиане, все племена земные увидят Его и возрыдают те, которые не видели Его в этой жизни земной. Те, которые сердцем, верою, духом своим не видели Господа и не знают Его, они возрыдают. Но посмотрите, что написано Спасенным, 22 глава Откровения, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Там в вечности мы будем видеть Господа, мы будем видеть лицо Его, но Писание говорит, это только для тех, которые сегодня, в этой жизни, сейчас, подобно Марии, прошли этот путь, и достигли того, что они увидели Господа, и приняли Его, и сердцем уверовали, и сегодня могут свидетельствовать этими же самыми словами. Я видел Господа, я знаю, что Он живой, Он действительно воскрес, я принял Его, как Господа моего воскресшего, и я желаю поклоняться Ему. Мы смотрим на эту пасхальную историю, мы задаем вопрос, как эти 12 человек, рыбаки, сборщик налогов, простые крестьяне, как они распространили эту весть по всему миру? Ответ только в одном, они видели Господа, они видели Его живым, и воскресение все изменило. Оно поменяло наш календарь на события до и после, оно показывает нам, что Иисус Христос, Который не написал ни одной книги, но о котором написано больше книг, чем на любую тему, Который не написал ни одной мелодии, но о котором написано больше музыки и песен, чем на любую другую тему, Он не нарисовал ни одной картины, но о нем больше всего картины, скульптуры. Он является людям, которые сердцем Его видят, которые верят в Него. И поэтому сегодня есть те, которые вместе с Марией могут сказать эти слова «Я видел Господа». Я хочу задать вам, братья и сестры, каждый ли из вас может произнести эти слова? Сегодня в праздник Пасхи, когда мы говорим о воскресении Господа, каждый ли из нас сегодня может сказать «Я видел Господа» здесь, в сердце моем. «Я видел Господа, я знаю, что Он живой». Если есть те, кто не могут это сделать, в праздник Пасхи есть возможность подойти к гробнице, воззвать Господу и услышать голос, когда Он позовет вас по имени, когда Он назовет ваше имя, чтобы вы повернулись к Нему, обратились к Нему и увидели Господа, и стали Его учениками, и стали свидетелями воскресения Господа нашего. Аминь. Давайте помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok